Здравствуйте, мои дорогие приятели! Как я вам? В образе интеллигентной, грамотной, важной дамы. Не правда ли? Этот образ создается благодаря всего лишь одному элементу – очкам. Такой декор женский, такой аксессуар, а совсем другой образ. Я хотела просто поменять свой имидж в ваших глазах. Мне захотелось быть сегодня вот такой вот, серьезной. Ну, у меня ничего не получается, как обычно. Да, это и не важно. Очки я, как правило, не ношу. Одеваю их только, когда работаю на компьютере, либо с близким текстом. Говорят, болезнь зрелых женщин. Но я же зрелая. Созрела, так сказать, наконец-то к этим годам. Сегодня я даже шарфик одела. Не просто так. Потому что сегодня мы с вами будем говорить об инсталляциях. Инсталляции, антураж, декор, дизайн. Все слова, мне кажется, объединены как бы общим, единым смыслом. Все эти слова для меня синонимы. А смысл их заключается в том, что это просто красивая картинка. Спросите, зачем? Вы знаете, а зачем рисуют? Зачем пишут стихи? Зачем вышивают? Зачем? Наверное, просто потому, что что-то есть внутри, и оно рвется наружу. И хочется как-то это выплеснуть. Кто-то выплескивает на бумаге словами, кто-то в образе красок, а я в образе фотографии. Мне хочется какие-то краски, какие-то предметы соединить вместе, создать одну тему. Повернуть эту тему так, вот так и вот так, и все это запечатлеть на фотографии. Фотографии куда? Спросите вы. Ну, отвечу так. Фотографии можно на стену, также для декора, для души. Выставить свои работы, чтобы тебе так же критиковали или говорили, какая ты умничка. Ведь это тоже нам не хватает в жизни, правда? Нам действительно не хватает в жизни, чтобы нас хвалили. А еще говорят, нам не хватает признательности. Наверное, мне тоже не хватает. Ну, ладно, что-то я заболталась. Сейчас придет муж, и я хочу сегодня приготовить драники. Любимые драники. Честно говоря, я же на диете, мне драники нельзя. Но я знаю сто процентов, что будут течь слюни, и я их съем. А что делать? Жизнь такая, а не мы такие. Но только после драников мы поговорим о красоте и инсталляции. И я обязательно применю там свой шарфик. Сегодня, мои дорогие, я буду готовить драники. Так как драники я люблю всегда свежие, никогда не люблю, когда они лежат, залеживые такие в холодильнике. Я люблю, чтобы они были горячие. И кушать, я считаю, драники нужно только горячими. Поэтому я беру совсем немножко картофелин. Ну, это всего 6 штук. С учетом того, что кожуру сейчас сниму, будет еще меньше немножечко оказаться. Ну, вот этого мне будет достаточно. Приступаю. Картофель чищу всегда с помощью вот такой вот картофеля чистки. Нравится она мне очень. Давно приобрела. И вот постоянно ею пользуюсь. Картошечка у меня готова. Теперь буду чистить лук. Хочу показать, что лук я храню старым дедовским способом. В чулочках. Ну, наверное, не дедовским, а бабушкиным способом. Сюда-то ближе подходит. Очень нравится мне хранить. Он хорошо проветривается, не портится. И при этом его всегда удобно доставать. Вот, продрявливаю такую дырочку. И оттуда спокойно могу достать луковицу. Вот, когда такая возникает проблемка, уже руки не тянутся, я делаю новую дырочку. Прям вот так вот. И оттуда опять достаю. При этом, мне очень нравится, что все равно мелкие-мелкие ниточки, они не позволяют луковицам выпадывать. Также я храню таким же бабушкиным способом. И чеснок. Прикрепляются они у меня вот сюда, на планочку, где находятся специи. И находятся здесь же инструменты мои кухонные. И вот они нисколько не занимают места, не мешают. Но углу между холодильником и, так сказать, столешницей, все замечательно. Не могу от этого от себя отучить. Может быть, это не эстетично для кого-то, а для меня так в самый раз. Считаю, что очень красиво дополняет мою кухню. Еще знаю, что плетут косички из лука и чеснока, но у меня как-то они никогда не получаются. Поэтому вот делаю в щелочках. Так, вот я пока с вами разговаривала, вытащила лук. Сейчас я его почищу. И добавлю, может быть, даже еще чесночок. У меня муж любит с чесночком. Чесночок у меня оставался в холодильнике. Я поэтому его и беру. Кстати, хотела сказать своим видео, передать большой привет Светлане Тимошковой. Если я правильно говорю фамилию, то, скорее всего, я правильно говорю. Если нет, Светлана, меня поправите. Спасибо вам. Это благодаря ей, ее каналу. Я решила приготовить рецепт. Она меня удивила своим рецептом драников с тыквой. А я решила, вот так сказать, алаверды, приготовить ей рецепт свой. Как я готовлю драники. Ну вот, Светлана, еще раз привет. Так, лука мне понадобится на, получается, 6 картофелин. Я взяла 3 маленьких головки лука и 2 зубчика чеснока. Этого вполне достаточно. Даже, может быть, перегруз будет. Ну, мне кажется, достаточно. Затем на мелкой терке, так, где у меня мелкая терка, вот на этой терке, я перетру картофель, лук и чеснок в эту тарелочку. Полезный совет от влога молодой пенсионерки. Трищ! Во-первых, необходимо картофель и лук чистить поочередно на терочке. Картофель, лук, картофель, лук и так далее. Чтобы лук не сильно разъедал глаза. И при этом я всегда включаю холодную воду. Мне это помогает, может быть, и вам поможет. Но не просто холодную воду, а руку, которую вы трете, обязательно смачивайте в холодной воде. Вот так. Чеснок мы выдавливаем на чеснокодавки. У меня вот такая старенькая, любимая моя. И не собираюсь ее никогда заменять. Это лучше, чем на терке. На терке тоже хорошо, но здесь хотя бы безболезненно. Вы не повредите кожу, пальчики и так далее. Хорошо и тщательно все перемешиваем, чтобы лук, чеснок и картофель очень хорошо между собой перемешались. Как будто тесто вымешиваем. А теперь, что мы должны сделать? Мы должны откинуть эту полученную смесь на дуршлаг. Вот я как раз сюда, сейчас буду ее откидывать. И жидкость будет стекать через эти отверстия. Ненужная жидкость. Для меня это ненужная. Ну вот, получился вот такой вот комочек. Теперь добавляем щепотку соли и немножко перца молотого по вкусу. Перемешиваем. Пробуем на соль, на перец. Все замечательно. Готовим. Раскаливаем сковороду. Масло не жалеем. У меня подсолнечное, нерафинированное, домашнее украинское. Люблю я масло. Нерафинированное. Пользуюсь практически только им. Очень в редком случае я могу нечаянно купить другое масло рафинированное. Только нерафинированное. Ну, помните, полезные продукты, все такое. Так, ждем, когда раскалится сковородка. И начнем на нее выкладывать драники. Вообще, я всегда драники делаю с яйцом. Но вот благодаря Светлане, о которой я уже упоминала, я попробую их сегодня сделать без яйца. Что получится, не знаю. Вот один-два драника попробую. Если получится, продолжу дальше. Если нет, добавлю все-таки яйцо. И своим старым методом. Сегодня у меня, так сказать, эксперимент. Светлана, привет! Драники, я вам хочу сказать, я формирую как котлетки. Я не ложечкой накладываю, а формирую. И лишнюю жидкость я также отжимаю. Вот, чтобы они у меня получились такие кругленькие. Сейчас будем переворачивать. Немножечко пристает. Вот, тесто я не добавляю в них, никогда не добавляла. Говорят, если у вас они будут рассыпчатые и мало в них будет крахмала, то крахмал можно добавить, кроме муки. Лучше добавить крахмал. Точнее, не кроме муки, а вместо муки лучше добавить крахмал. Вот такие замечательные драники у меня получились. Поджаристые, вкусные. А запах! Соседи, наверное, скоро сбегутся. Буду отбиваться. С мужем не выдержали. Уже быстренько сапали по одному. Очень вкусно, аппетитно. Действительно получилось без яйца. Всем советую. Очень вкусно. Приятного аппетита! Ну вот. Мой масянок ко мне пришел. Любимое местечко угнездится на мне. Ликунь, тебе никто не мешает? Нет? Ничто не прилипло к твоей попе? Нет? Ну ладно. Спросишься в кадр, иди. А я тем временем пью чай. Что не нравится? Конечно, не нравится. И отдыхаю. Я всю работу сделала, драйники сделала. А сейчас собираюсь силами, чтобы вам показать все-таки свои инсталляции, которые я делаю. Ну, всего лишь одну инсталляцию, просто в разных вариантах. Я покажу, расскажу. В общем, что-то я неправильно делаю. Надо слушать меня внимательно и смотреть. И оставаться со мной. Потому что сейчас самое красивое и интересное начнется. «Правда, правда». Правда, правда. Сегодня я нахожусь дома. Выпила чай с корицей, мои любимые. Вы знаете прекрасно. И меня навеяло атмосферу какого-то сладкого уюта. Теплой атмосферы комфорта и восточных сладостей. Знаете, какой-то арабско-восточный, я бы сказала. А самое главное, что у меня есть такие цвета. Богатые, роскошные, щедрые цвета. Это бордовый, это бирюзовый, темно-бирюзовый. Это бежевые, золотые цвета. Они настолько насыщенные, что передают вот эту томность и бархатность. Я очень люблю делать композиции и применять при этом схожие ароматы. Например, Пап Коко Мадмуазель, мой любимый парфюм. Я обязательно буду чувствовать этот запах и пребывать в атмосфере Эдема, восточного Эдема. Я часто меняю композиции местами, предметы. Я люблю менять цвета. Я отхожу и подхожу опять. Я смотрю это просто и через камеру. Мне нравится фотографировать. И из тысячи снимков я могу выбрать только один. Делаю это для того, чтобы потом любоваться этим состоянием и вспоминать его. Мне очень нравится вспоминать это состояние. А некоторые работы я публикую в Инстаграме и ВКонтакте. Поэтому заходите сюда и смотрите их. Это бывает не так часто. А еще я хотела рассказать вам несколько фактов о чае. Первый факт, это то, что раньше чай в Европе ели, а не пили. Просто никто не знал, что его нужно пить. И не хотели признаваться в невежестве. А еще самый лучший чай, это чай, где есть на поверхности радужная пленка и пенка. Ну все. А теперь смотрите мои работы. Субтитры сделал DimaTorzok А еще я хотела вам показать, что при всем при том, пока я фотографирую все эти инсталляции, антуражи, композиции, декоры, все мои масявочки находятся со мной. Многие спрашивают, где у вас личка. Вот она. Привет. Привет, моя маленькая. Это ее любимое местечко. И здесь она у меня спит всегда. Ей обязательно нужно какое-нибудь покрывало или накидочку. Так, Ликуня, вот лучше я тебя не будила. Но надо было показать тебя людям. И вот это вот произведение мое искусств. Тоже спит здесь же. Ну все, Ликуся, все, иди. Иди, моя девочка, иди. А, корица. Здесь корица. Чай с корицей. Иди, 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 иди. Иди, мой хороший. Иди, моя маленькая. Иди, моя девочка. Иди, шпи. Ну что ж, дорогие мои приятели. На сегодня, пожалуй, все. У нас уже вечереет. У нас уже вечер, точнее. Поэтому буду сейчас заниматься своими домашними делами. А с вами я прощаюсь. Говорю вам до новых встреч. Встретимся на моем влоге. Приходите, подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. И не забывайте про пальчики вверх. Пока-пока. С уважением. Ирина. Субтитры сделал DimaTorzok